Объятые пламенем дома, пострадавшие от огня детские игрушки. Пожилая женщина в отчаянии стоит на пепелище. Эти фотографии – как летопись человеческих трагедий. И бесстрашное доказательство мужества сотрудников МЧС, которые каждый день спасают жизни людей. Автор работ – Артём Ратников. Он называет себя чрезвычайным блогером. Впервые пришёл в тревожное ведомство три года назад. Предложил всего векам попробовать заснять с ними за кулисную, скажем так, жизнь. То есть один день из жизни пожарного, сотрудника ГИБДД, полицейского, врача и так далее. На первый суток мы встретили напал травы, а так ничего пожаров не было, но в части было интересно. А на второй сутки буквально прям с рута тот самый пожар в квартире на проспекте строителей. И тут я понял, что мне это интересно, я хочу дальше так или иначе связать жизнь с МЧС. За три года Артём стал свидетелем 300 пожаров. У каждой из этих фотографий своя история. Молодой человек признаётся. Труднее всего дался последний снимок. Пожар произошёл в марте в швейном цехе на улице Электрозаводской. Порядка 50 человек стояли в окнах и просили о помощи, потому что они были отрезаны огнём и дымом. Их спасают по трёхколенным лестницам, к ним пытаются проникнуть изнутри. И поражает то, как за считанные минуты к ним добрались, и единой колонной их всех вывели, всех спасли, не допустив ни одной жертвы. Сейчас Артём старшина пожарной части. Но от работы блогера не отказывается. Снимает не только фото, но и видео о спасателях. Это такой, скажем, нестандартный силовик. Артём стал одним из спикеров, одним из преподавателей школы молодого блогера. Мы в Союзе журналистов придумали вот такой проект. Оказался очень интересным человеком, который может увлекательно рассказывать и о своём творчестве, и самое главное, сообщать слушателям некие, ну может быть, даже секреты блогерского мастерства. Среди первых, кто увидел снимки чрезвычайного блогера, уполномоченна по правам ребёнка Юлия Роснянская. Она говорит, для неё эти фотоработы дороги, как память о близком человеке. Мой дедушка был пожарным, и я знаю, что это за профессия. Я с большим уважением, почётом отношусь к этим людям и вообще считаю их героями, потому что иметь в своей жизни возможность спасать кому-то, помочь кому-то – это очень важно. Выставка фотоработы открылась в рамках акции по профилактике пожаров. По мнению сотрудников МЧС, такой формат наглядно показывает, каким страшным последствиям может привести легкомысленное отношение к огню. Хотим попробовать в формате привлечения людей посмотреть на фотографии чрезвычайного блогера, так сказать, в гуще событий, как проходят тренировки, как проходят службы пожарных, как они относятся к тушению пожаров, какие возникают риски. Всё посмотреть изнутри. Кроме фотографий, на выставке представлено оборудование. Его используют для защиты людей во время пожара. С помощью специальных средств они могут выбраться из горячего помещения. Это фильтрующий, не изолирующий противогаз самоспасатель, а фильтрующий. А он предназначен только для самоспасения. То есть экстренной эвакуации из помещения, никаких задержек там не должно быть. На выставке можно увидеть 26 фоторабот. Они сделаны во Владимире, а также в Госхрустальном, Суздальском и Судогодском районах. Организаторы планируют проводить здесь экскурсии для школьников. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков.